Полев клуб Полев клуб Полев клуб Виктор, добрый вечер, добрый вечер Ну, я так помню, что по фильму Вот верите, что сегодня будет много водки, во-первых? Ну, конечно, верю Ну, собственно говоря, да Это просто все уже стоит на столе Ну, по фильму я помню, что вот вы охотились за коровой, да? Было такое дело? Нет, это они охотились Ну, как бы олень, да, они охотились Как бы олень, но там корова, все за ней бегли Да, да, да Вот верите, что сейчас сюда, к нам в клуб Придет настоящая корова? Нет, не верю Не верите, а зря? Встречайте, смотрите, настоящая Вся в цветочках такая веселая Ну, это же не настоящая Не, ну мы как бы считаем, что настоящая Настоящая, хорошая коровка Теперь ваш розыгрыш, Виктор Как вы относитесь к медведям, Сережа? К медведям? Ну, как нормально, хорошо таки Медведь шалун, говорят, да? Да, вот тот медведь, который снимался, ему было всего лишь 8 месяцев И мне было страшно с ним сниматься Вы представляете, сколько ему сейчас лет? Вообще, я слышал, что медведь это очень хищное животное У вас есть, кстати, семья? Есть, да Вы ходите в магазин? Да Так вот, верите ли вы, что тот медведь, который снимался в кино, теперь будет помогать вам ходить в магазин? Не верю А зря, Сережа Потому что медведь Боря находится нарисованным на этом замечательном пакете Спасибо вам большое, спасибо большое Вы победили, поэтому вам бутылка водки Пожалуйста, занимайте место за нашим игровым столом С большим удовольствием сюда, за игровой стол нашего балет-клуба Я приглашаю исполнителя роли Любы Соловейчика, актера Семена Стругачева Добрый вечер, добрый вечер, Свет Привет Ну, я сразу, без всяких розыгрышев, сразу хочу подарить бутылку водку Если мы пить будем потом, я думаю, да? Семен, ну вот сейчас очень много разговоров идет о безопасном сексе Да-да Переклад Да-да, я слушаю Итак, безопасный секс Но веришь ли ты, что вот существует безопасная охота? Верю, конечно Веришь? Да И правильно делаешь, я тебе даже дарю вот такое вот ружье для безопасной охоты Вот, видишь? В корову В корову В корову, ну ты стреляй сам, тебе в твое же ружье Вот, вот, вот так Спасибо большое Спасибо Витька придется тебе на ней жениться, она тебя очень полюбила Спасибо большое Теперь, собственно говоря, да Так, Сережа Веришь ли ты, что я вот эту вот бутыль выпью за полминуты? Как в охоте Ну я помню, тогда с утра нужно было опохмелиться Но для этого не обязательно, кстати, опохмеляться Для этого не обязательно вчера было пить Можно просто, я каждый день выпиваю с утра вот так То есть ты всегда готов выпить? Всегда Наспор Наспор Не верю Показываю Вот сразу? Сразу Показываю Полтора литра? Два Два Показываю Внимание Что за подарки у тебя там? Ну, подарки сегодня, смотри Магнитолог, коньячок, магнитофон Купля Это здесь стояло, я не виноват Серьезно? Купил Пожалуйста, занимай место за нашим игровым столом Спасибо Ружье, ружье с собой возьмите для безопасного охоты С большим удовольствием сюда, за игровой стол нашего блеф-клуба Я приглашаю исполнителя роли генерала Булдакова, актера Алексея Булдакова Браво! Алексей, добрый вечер, добрый вечер Тоже сразу Да, чего там долго рассуждать Вот, ну, собственно говоря, хотел бы вас спросить о чем? Вот корова, да? Да Вот видите вы, что у нас такая необычная корова, что она Вот если ее подоить, то можно надоить водки Ну, ведь в фильме же все время пьют водку Корова Корова Водку Холодную Ну, насчет холодной не знаю Не верю Не верите? А зря А зря, беру ведерко Беру ведерко Корова, ну-ка, иди сюда, иди сюда Вот здесь тебя будет лучше видно Так Ну, так, ну что Путь Чуть не дольше О, пошла, пошла, пошла Мало, видимо, водки вчера выделил Сегодня просто идет Хорошенько Я правда не знаю О, надо так, надо интенсивно О, надо интенсивно Вот оно Вот Спасибо, спасибо, хорошенько Хватит Не остановить Доится сама Просто не остановить Ну, я Сейчас посмотрим Водка или не водка Ну Красавица Водка? Водка Водка Не, не водка Как не водка? А ты попробуй А у меня нацпан А у меня нацпан Водка? Чистейшая Чистейшая водка Ну-ка, давай, давай Теперь ваша розыгрыша Так она хорошо выпивает И тут же доет И это проще Да А хочешь я вот сейчас Вообще-то я экстрасенс Да? Да Хочешь я сейчас Как бы вот Сделаю так, что будет здесь вода Вода? Да Вместо водки? Да Не верю Одну минуточку Кстати Зрители в телевидении Уберите водку Подальше Лучше всего в холодильник Если Вы как чумак Да 20 градусов туда 20 градусов сюда Последние 5 градусов Вода Вода Алексей Булгаков Спонсор программы Компания Сварок Приехали на гастроли в Лондон Спектакль Называется Спектакль Трудные люди Он идет в театре комедии И Со мной Жил И работал Естественно Михаил Светин Мы жили в одной квартире Веселый человек Очень веселый человек Ну во-первых Он страдает Топографическим Идиотизмом Не знает ни одного языка Я хоть японский В школе изучал Понимаете Но не знаю тоже английского А жили мы В Уэмболдоне И нам каждый день Приходилось ездить Туда и обратно 20 минут на электричке А в теннис играли? Нет Не успевали Все время в электричках были И первое время Нас провожали Хозяева Чтобы мы не заблудились Языка не знаем Чтобы понятно было Куда ездить И так далее В конце концов Я говорю Все Я знаю куда ехать Больше нас не надо провожать Сами доедем Сели на электричку А у меня гитара Правда она была В сумке В такой Не было чехла В сумке Я ее запрятал Обмотал Черный Гриф Черной тряпкой А гитара для чего? Ну я На спектакль На спектакль И как бы я с гитарой еду Понимаешь ли Полное ощущение Что с пулемета Причем Да Слушай дальше Вдруг Миша мне сидит И на ухо начинает Сеня Не туда едем Я говорю Мишенька успокойся Я за тебя в ответе Я тебя довезу Не волнуйся А я тебе говорю Не туда едем Я говорю Туда едем Успокойся Спроси у людей Куда мы едем Англичане Англичане Да Я говорю Миша Я же языка не знаю Я понимаю Я спрошу Чего я спрошу Я же не знаю У тебя есть разговорник Действительно был разговорник Я говорю Хорошо Я спрошу Я же получу ответ А я же его все равно не призываю Говорит Не будешь спрашивать Не буду Я сейчас сам спрошу Я говорю На Берет он этот сам Разговорник И начинает Хую из Хую из Чего они здесь написали Вдруг Встает И громко Как-то зло у него получилось Говорит Здесь что-нибудь По-русски говорит Пауза Пауза Да И сидит Такой Типа Меня здесь останавливают Документы Бросили сюда Думаю Кавказской национальности И там сидит Главное испугался Он так громко заорал Вдруг встает Весь вагон Там человек 25 И в следующий вагон Как дунули На следующий остановке Открывается дверь Два вагона Как дунули Но это бог с ним Приехали Все нормально Успокоился На следующий день Едем Уже в метро Неугомонный мой Не туда едем Я говорю Да Я говорю Все туда Замечательно Все туда едем Не туда едем Я говорю Почему не туда едем Эту станцию Проезжаем уже 4 раза Я говорю Какую Какую станцию Ну вот эту Я смотрю Там написано Way out Выход И вот так Все 15 дней Витя Вопрос очень Такой ховар Веришь ли Ты Что я изучал Японский язык Ты хочешь сказать Чтобы я сказал Нет Не знаю Не знаю А я говорю Верю Итак Виктор Верит И смотрим Что там за карта Правильно Это правда Я поздравляю Виктор У вас второе очко Вот это вот яблоко У нас пока Лидер Я так понимаю Спонсор программы Компания Сварок У меня есть два друга Моих очень хороших Друзья Вот И одного из них Уволили Он занесен Красный Красный Нет Книгу рекордов Гиннеса Потому что он уволен Был из театра За 15 минут Да А дело было так Один из них Играл В спектакле Обштунфюрера А второй Играл немецкого солдата Который входит Роли очень маленькие Входит Отдает пакет И уходит Все Вся роль И вот Идет спектакль Сидит этот Обштунфюрер Заканчивая сцена Все должны встать Хай Гитлер Уйти И после этого Должен войти Солдат с пакетом Да Ну и все Все встали Хай Гитлер Ушли Этого Деда Я сижу Он мне рассказывает Я сижу Солдата нет Зритель внимательно На меня смотрит Я на него Поворачиваюсь В сторону кулисы И говорю Вообще-то Солдата что-то не видно Ассистентка Быстро побежала Там звонки Вызывает Ну Пробегает Говорит Нет Вот меня Холодный Ударил И начал Импровизировать Беру Телефон Набираю Алло Алло Это штаб Да А где Солдат с пакетом Что А Уже вышел Да Понял И опять Сижу Тут уже горячий Пот побежал Зритель на меня смотрит Я уже Поворачиваюсь опять К ассистентке Да что же Где же Солдат с пакетом Вдруг Ассистентка Замечает Что на той стороне Стоит солдат С пакетом Одет Со шмайсером В сказке И головой Упершись В квартал Спит Хорошо принял По хорошему Принявший Накануне Да Она быстренько Бежала С той стороны Расторнашила Давай выходи Выходит Солдат Ну это надо Показывать Выходит Солдат С пакетом Говорит Слушай Это тут тебе Этот пакет Я говорю Я говорю Стою Стоишь Не Оба штунфюр Я говорю Ну я начал импровизировать Мерсавич Ошрался Скотина Как ты стоишь Перед немецким Офицером Да я тебя Да я тебя В штрафной Батальян Отправлю На что солдат Говорит Да Ну спасибо Блин Ты ушел Отвечет Русский поклон С русским Поясным поклоном С русским Поясным поклоном Так вот Семен Да Да кстати Спектакль Смотрел Директор театра Да понятно Так вот пока Солдат шел В гримерную Уже на стене Висел приказ Уволить Да Семен Скажи мне Веришь ли ты Что меня приглашали Сниматься в Голливуд Отличный вопрос Я сейчас знаю Вот если прилипнет Что Да То и будет А если обе Если обе То значит Верю не верю Нет это осталось Не верю Итак Семен не верит И смотрим Что там за карта И правильно И правильно Диоды зарабатывают Первое Вот этот банан Поздравляю Спонсор программы Компания Сварок На стихи Ярослава Смельякова Называется До свидания Любка Но есть там Кавержный вопрос Да Посредине лета Высыхают губы Отойдем в сторонку Сядем на диван Вспомним Погорюем Сядем Моя Любка Сядем Посмеемся Старый мой роман Вспомним Дорогая Осень или зиму Синевагонный ветер В сентябре Как мы целовались Проезжай мимо Что мы говорили На твоем дворе Стирная юбка Глажная юбка Шелоковая юбка Нас вела в обман До свидания Любка До свидания Любка Слышь До свидания Любка Фигельман Вспомним Дорогая Пушкинские травы Дачную платформу Пятизвездный лед Как мы целовались У твоей заставы Рядом с телеграф Нет по-моему Около ворот Как я тройкома Ехал колесорубом И на третьей полке Занавесив свет Здравствуй Моя Люба До свидания Любка Подпимал ночами Пасмурный сосед Стирная юбка Глажная юбка Шелоковая юбка Нас вела в обман До свидания Любка До свидания Любка Слышь До свидания Любка Фигельман Вап-дап-дап-дам-пам Вап-дап-дам-пам Вап-дап-дам-пам Ой, да Или ты забыла Кресло билетажа Опер-русалка Пьеса-ревизор Мягкие дорожки Сада-эрмитажа Долгий Несерьезный Тихий Разговор Вспомни Как с тобой Выбрали обои Меховую шубку Кожаный диван Эх Ах, до свидания Любка До свидания Что ли Все ты потопила Кончился роман И я уеду лучше Воступлю учиться Выправлю костюмы Буду кофе пить А на другой девчонке Я смогу жениться Только ту девчонку Так мне не любить Только с той девчонкой Я не буду прежней Отошли вагоны Отцвела трава Что ж ты потопила Все мои надежды Что ж ты обманула Лучшие слова Стирная юбка Глажная юбка Жолоковая юбка Нас вела в обману До свидания, Любка До свидания, Любка Слышишь, до свидания Любка фиген мать Синяков-тругачок Какая модуляция голоса Ну не то слово Так вот вопрос Веришь ли ты, Леша, что это я пел? Веришь ты, Леша, что эта песня Должна была звучать В фильме Особенности национальной охоты Ну А что может быть? Веришь, да? Вот это у меня, да? Да-да-да, вот эта вот карта И неправда все Неправда Какая Любка фиген мать? Ну просто так выпало Выпало, что неправда Выпало неправда Она должна была звучать А, ну я же Ну, я в карту, понимаешь Здесь карта Обманул, да, обманул Я не видел карту Я просто положил так И игра Но я тебе могу сказать Что когда я предложил Саше этот вариант Рогожкину Ну? Вот он послушал Классно Ну очень хорошо поешь для моей картины Если поскрипел Чуть-чуть Выпел Семен, я поздравляю Второе слово Это вот яблоко Спасибо Спонсор программы Компания Сварок Рассказ мой и печален И радостен И все-таки про искусство Ну давай На Белорусфиме Был замечательный Как бы Ну почему был он До сих пор и есть Он занимался как бы Пиротехникой Когда его встретил Он не слышал на одно ухо Сейчас я думаю Он не слышит и на второе Вот Поэтому он эту историю не услышит Я так понимаю Да, да, да Нет, он эту историю Не услышит Дело в том Что когда он был молодой человек Семен Отвлекайся Когда он был молодым человеком И неопытным Как-то на съемках А картина военная Ему товарищи говорят Ну давай Холодно Зима Выпьем А в это время Режиссер Наконец он увидел Что В фильме про войну Должна голая женщина Бежать По белому полю И как бы это Ну символ такой Наконец нашли это поле Но он-то был уже выпивший Потому что Что на поле делать Она бежит И все Стрелять не надо Когда они приехали Они увидели огромное поле Белое Красивое На котором никто не ходит Столбов не видно Леса нету Одно только поле Но портило Всю Вот этот Всю этот Антураж Туалет Деревянный Потому что там все время Сажали картошку И чтобы женщины Куда-то могли скрыться Стоял туалет И вот они говорят Ну что делать И никак не поставить камеру И он молодой Горячий Говорит Я уберу этот туалет Как ты уберешь Он говорит Да я же пиротехник Он прошел Заложил заряд Уходя Венечком Замел свои следы Режиссер стоит Говорит Старик Ну ты просто Фильм спасаешь Он говорит Все сделаем Все Он говорит Ты там нормально Он говорит Да я все нормально Будет Белое поле останется Все А туалета нету Ну Командует ему Вот он соединяет Эти провода И свою машинку заводит И дальше Картина Сначала Дом задрожал Маленький Так он стал Трестись Ток пошел Да Потом крыша Стала приподниматься Но не просто крыша Она вместе с туалетом Как ракета Стала взрывать Мет И где-то на высоте 250 метров От земли Все это рвануло Когда все Опустили глаза То все то Что было белым Стало черным Вот вопрос мой Семен такой Веришь ли ты Что все равно Голая женщина Бежал по черному Еще раз Белая женщина По черному Веришь ли ты Что вот этот кадр Вошел Белая женщина По черному полю Но без туалета А голая была Совершенно Вот так вот Да почему бы нет У нас все может быть Верю Итак Семен верит И так А это не правда А зря Виктор Поручаю вам И поздравляю вас С выходом Финала Мы уже в финале Спонсор программы Компания Сварок Театр Театр Массовета Выезжает С ленинским Спектаклем В Севастополь Ну тогда же Это традиция Была Юбилей Ленина Дню рождения Обязательно Вот Приезжает Севастополь Все хорошо Актеры естественно Тут же побежали По магазинам Посмотреть И два ходока Заходят В виноводочный отдел В магазин И видят В Москве Было сложно Даже с водкой А там Пожалуйста Все что угодно А самое главное Дешевый портвель Старичок Как ты думаешь Один из деревни Ходок Другой из города Как ты думаешь Бутылочку портвельную Конечно Выпили Ноль сель Как ты Старик Да нормально Абсолютно Ну что бутылочку Еще возьмем Взяли Выпили еще Как ты Старик Абсолютно Нормально Ну что Бутылочку Взяли еще Бутылочку Ну как Да нормально Ну возьмем с собой В театр Возьмем Взяли Пришли Сели Гримерные Гримируются Ассистентка глянула Ходоки на месте Они сидят Гримируются Бутылочку эту Освоили Поставшуюся Сцена Ленин Держинский Два ходока Заходят И хайгин Да Первый ходок Из деревни Значит стоит Ленин подходит Матенька Мой Как у нас там В деревне Ну 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 что же Вы Застеснялись Как там у нас В деревне Ну Ну Ассистентка понимает Что тут больше Ничего не скажет Она быстро Закрыла занавес Этого ходока Из деревни Вытащила Я думаю Говорит 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 И ушло Кто-то испугался Что будет скандал Он рассказал текст Деревенского Ходока Свой текст Рассказал Ленинский Текст Рассказал Держинского Рассказал Все В общем Был жуткий Скандал Вот Но Вопрос К тебе Семен Скажи мне Пожалуйста Я Как ты думаешь Я вообще По природе Лирический Герой Или нет Или нет Судя по истории Сейчас проверим Не верит Не верит И смотрим Что там за карта Так Минуточку А это правда Это правда Я вас поздравляю Вы начинаете Выиграть Вот и Вот и закуска Есть Спонсор программы Компания Сварок На следующий день После премьеры Картины по ОРТ Нас Как бы Стали узнавать Предлагать Выпить и закусить Там и так далее Прямо на улице Могли предложить Я испытал Я представляю Вот Всероссийские пьяницы Мы так Знаешь Как это там бывает Но Такой имидж Как бы сложился Ну и Мы поехали на гастроли В город Горький Тогда Сейчас он Нижний ног И только я приехал Тут же меня встречает Мой друг И говорит Семен Выручай Вчера выпил Всего лишь Как он рассказывал Бутылочку пива Да Ты знаешь Как пахнет Бутылочка пива Меня остановил Гаишник Забрал права Могут решить Где-нибудь на два года Тебя любят Милиционеры Военные Пойдем Сходим К начальнику ГАИ Говорю Да пошли Приходим Приходим К начальнику ГАИ Стучимся В общем Разрешили Узнали Все проводили Милиционеры И я к нему захожу Сидит полковник Не буду говорить Фамилию Он уже на пенсии Пусть хорошо отдыхает Значит Сидит полковник Я говорю Здравствуйте Здрасте Друг мой Заходи Вот Какое несчастье Понимаете Вы же меня узнаете Да Конечно узнаю Очень плохая картина И я как бы Сразу раз Я сел Думаю Что делать И мне не нравится Вы знаете И мне не нравится Знаете Че нас снимали Да так же нельзя Говорит Что же вы милицию Показали Пьяницы Армия Все пьяницы Все время пьете А вы знаете Что такое охота Настоящая Я говорю Нет не знаю Хорошо Дам я Отдам права Твоему другу Если ты завтра Со мной поедешь На охоту Я думаю Нужна мне эта охота Как столбу гостей Ну думаю Надо Коль прожертвовать Надо с тобой пожертвовать Ну поехали мы на охоту Только сели Машина А человек 15 Полковников На охоту Едет Часа 2 Пока доехали Все уже Буба Поставили меня На номер А я вообще Никогда ружьеты Не держал На номер Вот мы сейчас Волка будем выгонять На тебя будем гнать Ты должен стоять На номере Тихо Не курить Не материться На чего Спокойно стоять Чтобы волка не испугалась Холод Ацкий Минус 20 Нужен мне этот Волк И вдруг Смотрю Дерево огромное Поваленное А там где-то Загон идет Думаю Пока загонится Я посплю Немного Все таки Мне наливали Там пока ехали Разморило Хорошая погода Я прилег И заснул Спал Я часа полтора Наверное И я где-то Волк следы К тебе подошел Небось на тебя Смотрел Дышал 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 А ты спишь Более того Ой смотри Он даже Дерево пометил Волк еще Извини меня Пипиздил И ушел Спокойно Представляешь Ну конечно Поматерились Успокоились Потом Постреляли В бутылки Сказали что думали Постреляли в бутылки Все Все как у нас Было Едем назад И этот полковник Ну ты понял Что такое Настоящая погода Я говорю Понял Так вот вопрос Отдал ли он Мне права Да Или нет Отдал А зря А зря И я третье Вот это вот Ананас Семен Вручаю Тебе нет Много Досказать Досказать Я доскажу Я доскажу Леша Обманщик Нет Он не отдал Знаешь почему Не отдал Я доскажу Почему он не отдал Права Когда мы приехали Назад Он говорит Ну где там документы Твоего товарища Я ему даю документы То есть товарищ Да Он посмотрит Да он же в другом районе А как Я ничего сделать не могу И пришлось мне идти К другой район Повторилось Алексей Мне очень жаль Мне очень жаль Что вот Ваши товарищи Так сегодня Вас обманули Но видит бог Что вы пили меньше всех Поэтому они вас обманули Это обидно И поэтому вам От нашего спонсора Мне хотелось бы Сделать подарок Прежде всего Это Аплодисменты 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 Спасибо большое Леша Я тоже так же проиграл Да я знаю И несколько слов О нашем спонсоре Это компания Сварок Которая В своем фирменном магазине С 20 апреля Устраивает Очень интересную акцию Всем покупателям Которые придут в этот день В их фирменный магазин Будет вручена Вот такая Дисконтная карта Вернее 101 покупателям Которая дает Десятипроцентную скидку На все последующие Покупки Спасибо Компании Сварок Потому что Выбор у них Продукции Самые замечательные Кубная помада Буржуа Это самые стойкие Поцелуи Помада Руш Седиксен Буржуа Есть дни Когда хочется Чтобы совершенство Длилось вечно Руш Седиксен Буржуа Самая красивая Помада Вашей жизни Совершенные Сочетание Технологии Дизайна Электронная Стиральная Машина Посмотри на нее Прикоснись к ней Проверь ее в деле Одна кнопка Программирует Весь стиральный цикл Инпут от Зануси Зануси Высокая мода Высокие технологии Хашпапис Каждый день Миллионы людей Во всем мире Надевают эту обувь Теперь в России Мы изобрели обувь На каждый день Хашпапис А какой день Твой Итак, Виктор Первый финал вышли вы Поэтому первый вопрос вам Верите ли вы, что в Бразилии Где очень много диких обезьян На телевидении работает Обезьяна-сурдопереводчик Ну она там в углу сидит И переводит На бразильском телевидении Не верю Не верите и правильно Делайте счет 1-0 В вашу пользу Семен, вопрос вам Верите ли вы, что Если старые мужские носки Покрыт лаком То их можно использовать Как вазочку Под конфеты Или под мороженое Лаком Старые такие мужские носки Лаком Не верю Не веришь И правильное дело Еще становится 1-1 А запах Виктор Вопрос вам Верите ли вы, что Боксеры Так же как и шахматисты Начали соревноваться С компьютером В качестве спарринг-партнера Уже компьютер выбирает И так боксирует Так с компьютером Бум-бум-бум Левый, правый, апперкот Хук С компьютером С компьютером Семен, вопрос вам Верите ли вы, что Одного чудака Посадили на 3 года За то, что он Во время визита Михаила Сергеевича Горбачева В Ленинград Ну это было Когда Михаил Сергеевич Был президентом Спросил у Горбачева Ну когда он встречался Сообщественно Сколько сейчас время Михаил Сергеевич Конечно ответил А мужика на 3 года посадили Да не верю Не веришь И правильное дело Еще 2-1 В твою пользу Виктор, вопрос вам Верите ли вы, что Стрекозы Стрекозы Оказывается Питаются мухами Вот стрекоза летит И муха Хватит И съедает Верю Верите и правильно Делаете ли это Действительно так Стрекозы питаются мухами Что становится 2-2 Я бы не поверил Семен, вопрос вам Верите ли вы, что Хренотень Хренотень Это тень Оббрасывая листьями хрена На другие растения Хрен растет И тень оббрасывает Это хренотень Это надо запомнить Не верю Не верите и правильно Делаете Что становится 3-2 В вашу пользу Виктор Вопрос вам Верите ли вы, что В Америке Официально существует Звание заслуженной И народной секс-бомбы США Какое звание дают Заслуженная Народная секс-бомба Это у них называется Достояние Народ Ну а что Пускай Верю Верите, а зря Нет Это как у нас Звание заслуженных И народных дают А так счет по моему 3-2 В пользу Семенов Семен, вопрос вам Верите ли вы, что В Великобритании Существует закон Согласно которому Если женщина Совершает правонарушение В период критических дней То это может быть Смягчающим обстоятельством При установлении Степени виновности Вплоть до оправдания Верю Верите и правильно делаете Вот видите какие Законы в Англии Женщины Чувствуете Совершайте преступление В критические дни Счет 4-2 В вашу пользу Все можно сделать Итак, Виктор Вопрос вам Верите ли вы, что Один чудак В отместку человечества Изобрел специальную Стальную накладку С шипами Надеваемую на носки Ботинок Чтобы ему Не адаптывали ноги В транспорте Он такую специальную С шипами надевал И в транспорт заходил И так ногу выпячивал Вперед А там люди ему наступают Им боль Верю Верите и правильно делаете Это действительно так Счет 4-3 В пользу Семена Семен Вопрос вам Верите ли вы, что Знаменитый гангстер Аль Капоне Был посажен за решетку Не за разбой и бандитизм А за неуплату налогов Верю Верите и правильно делаете Это действительно так Потому что Вы кстати до 1 апреля успели Не успел А мне нечего Ну что ж Это действительно так Потому что в США Оказывается закон о налогах Не имеет срока давности Счет 5-2 В вашу пользу 5-3 Виктор вопрос вам Верю Не верю Верите ли вы, что В Кембриджском университете Студент на экзамене Может потребовать у преподавателя Чтобы тот принес ему Кекс и кружку пива Смотрите студент говорит Ну-ка преподаватель Принеси-ка мне Кекс и кружку пива И тот побежал Верю Верите и правильно делаете Это действительно так Но правда Студенты этим правом Не пользуются Ну что ж Я же тоже не говорю Я же не посылаю В Уставе Кембриджского университета Такое записано Счет по прежнему 5-4 Семен в вашу пользу Верите ли вы, что Наряду с растением Анютины глазки Существует растение Под названием Анютины ласки Не верю Не верите и правильно делаете Счет 4-6-4 В вашу пользу Виктор вопрос вам Верите ли вы, что Алкаш прямо стоящий Это название цветка Алкаш прямо стоящий Такой цветок есть Верим Верите, а зря Алёша 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 Семен, вопрос вам Он не верит Алкаш стоящий Семен, вопрос вам Последний вопрос Хотя вы уже победитель Верите ли вы, что Куриные яйца Так же как и грибы И огурцы И помидоры Можно солить Куриные яйца Можно солить Такие солёные Маринованные яйца Ну почему нет Конечно верят Верите и правильно делаете Это оказывается Любимое блюдо Кимирсена А вот так вот И за счётом 7-4 сегодня победителя Рассказывается Семен Строгачёв Виктор Вам от нашего спонсора Я с большим удовольствием Хотел бы вручить Но поскольку мы всё-таки Сегодня много-много-много Пьём Вот эту вот бутылочку Коньяка Хорошего коньяка И вот этот вот Супер-пылесос Браво Я знаю, что у тебя Были дома Семен Вы сегодня победитель Поэтому вам От нашего спонсора Достается главный приз Сегодняшней встречи Это Бутылка виски Бутылка виски И вот этот вот Видеомагнитофон Я думаю, что пригодится Спасибо У меня мой сгорёл на днях Как раз Да, ну вот замечательно Ой, спасибо большое О, да-да-да Хорошая у нас корова А? Отлично Это дольная корова Надоило, да? Несколько слов о нашем спонсоре Это замечательная компания Сварок Которая гарантирует Качество Своей продукции Если вы увидите В магазинах Слоган, да Или просто вот Эмблему компании Сварок Знайте Это продукция Хорошего качества И ещё раз напоминаю Вот эта вот дисконтная карта 20 апреля Первым 100 посетителям Даёт скидку Десятипроцентную скидку В магазине Сварок Ну что А водку, друзья Вам Вот никогда не привык К авоське Это вам А это Семён Вам Иди, я не пожалую Итак, сегодня мы в клубе играли Герои особенности национальной охоты Виктор Бычков Ну что, споём? Алексей Булдаков Семён Стругачёв И вот эта вот Замечательная корова Из шоу группы Малая Охта Моей семье очень нравится рис Кази Чем объяснить его хороший вкус? Видимо, его хорошим качеством Он такой чистый, белый и рассыпчатый Поэтому блюда из него получаются такими вкусными Кази – это наш любимый рис Каждое утро В каждой семье Овсяные хлопья Ясно солнышко Котлеты богатырские Талостер Вкусно и просто Когда сынишка заболел У него была высокая температура Мучил наспорт Болело горло И мне нужен был надежный препарат Который мягко снимет все эти симптомы Вот почему я дала ему детский лорейн Ему очень понравился виноградный вкус Детский лорейн – это комплексный препарат Который избавит от насморка, заложенности носа, чихания, боли в горле и жара Благодаря мягкому и комплексному действию лорейн Мой сынишка здоров Детский лорейн – целая семья достоинств 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 Детский лорейн – целая семья достоинств